Привет! Меня зовут Олег Антоненко, и сегодня я вам расскажу по поводу моих зубов. Как вы знаете, у меня был чёрный зуб, я вам жаловался на это. И потом я не снимал целый месяц. Дело всё в том, что теперь ко мне приходит моя мама и говорит, что у неё появились денежки для зубного. Она хотела как раз сделать себе зубы, и говорит, не хочешь ли ты, чтобы у тебя этот чёрный зуб превратился в белый? Я уже собираюсь, давай, выезжаю, когда, скажи мне, дату, время я приеду, обязательно всё сделаю. На следующей неделе я уже прихожу к зубному, я показываю свой зуб и говорю, что вы можете мне сделать его беленьким, потому что он у меня мёртвый. Он говорит, да, конечно, не волнуйся, приходи на следующей неделе, мы всё сделаем. Я прихожу, мне его развинчивают, рассветливают, всё это отвратительно, приятного аппетита всем тем, кто смотрит с едой меня. И мне ставят на него пластинку сверху беленькую, и всё, и говорят, всё, гуляй. Я смотрю в зеркало и понимаю, что у меня уже белая улыбка, белоснежная почти. Дело в том, что я её так долго ждал, наверное, с класса пятого. Я хожу на улицу, радостный, всем говорю о том, что «Ой, так классно, у меня наконец-то белые зубы». На следующий день я просыпаюсь, иду в душ, что-то там моюсь, моюсь, потом вижу заусенец. Надо его откусить, потому что какого хрена у меня растёт заусенец? А мне хорошо сказал, ни в коем случае ничего не оттягивайте, ничего вообще своим зубам не делайте, только вот спокойненько надкусывайте сверху, и всё. Я об этом, естественно, забыл и начал оттягивать этот заусенец грёбанный, и в этот момент я чувствую то, что во рту у меня что-то появляется. Я думаю, о, откусил заусенец, отлично. Я смотрю на палец, заусенец там остаётся. Я чувствую, что у меня что-то во рту находится. Я думаю, в смысле? Начинаю языком там искать тёртенькое, что-то такое. Не кусается, понимаете? Я выхожу из ванной, я смотрю в зеркало, я вижу то, что зубика нет. Я понимаю то, что зубика нет, у меня паника, у меня чуть ли не холодный пот бежит по мне, потому что платить ещё надо будет за него. Типа, а чё делать-то? А как мне маме сказать то, что я надкусил пальчик, поэтому проси маму, заплати ещё несколько тысяч, пожалуйста. Ой, божечки. И в итоге я достаю изо рта зуб, ну, точнее, не зуб, это была пластина, внутренность, у меня веселье на челюсти. Приятный аптитый час. И я жалуюсь бабушке, говорю, бабушка, что делать? Вот, она говорит, ну, езжай зубном, она должна всё исправить, потому что у него там лицезия, как это называется? Он должен, его ошибка. Бо, правильно. Если ты сделаешь что-то неправильно, всегда дни доктора. Я еду, значит, к доктору, говорю, так-то и так-то, он у меня отвалился. Он говорит, почему он у тебя отвалился, что ты делал такого? Я говорю, я ел. Ел, он случайно отвалился. Он говорит, ладно, хорошо, сейчас тебе поставлю, всё будет намного лучше. Он мне, значит, поставил огромную махину такую. Я не знаю, что он сделал, он слепил, похоже, двойную версию той плёнки, которая была до этого. Я прям ощущал, что она намного больше, но я думал, ладно, не суть. Главное, я хотя бы есть спокойно смогу, и она у меня не отвалится. С этим зубом я проходил две недели, и в итоге в один прекрасный солнечный день я просыпаюсь, мне надо идти на учёбу, но перед учёбой я, естественно, кушаю, ем сосисочки и понимаю, в смысле? Я ем сосисочку без кетчупа. Я иду к холодильнику, открываю его, достаю кетчуп, вижу, он весь скукожившийся. Ладно, распрямлю, вытяну оттуда всё, что там есть. У меня не получается оттянуть. Думаю, если руки не помогают, мне всегда помогут зубы. И самое интересное, я даже не задумывался о том, что у меня может зубик как-то отпасть. Ну, две недели ходил, уже забил на это всё. Я начинаю оттягивать, потом наполовину я уже понимаю то, что... Так, Олег, остановись. Олег, стой. Но Олег не понимает. Олег оттягивает, аккуратненько он оттягивает. Я понимаю то, что что-то отвалилось опять. Я вижу опять этот зубик. Думаю, ладно, в третий раз схожу, не волнуюсь уже. После того, как я поел, я приезжал к врачу, и я понимаю то, что он не работает. Эта суббота была, 10 часов, но я приезжал в 10-30, а он работает в 10-ти. И поэтому я вернулся ни с чем, я вернулся без зуба. Точнее нет, я вернулся зубом, потому что, когда я уходил, я его прикрепил сам пальчиком. И он у меня почему-то держался. Ну, там же какое-то мясцо осталось, но имеется в виду не от сосисок. Осталось основание зуба, и я на него спокойненько эту пластинку прикрепил обратно. И беленький зуб, всё отлично. Пока не разговариваю, вообще супер. Я приехал домой, и начал снимать для вас видео. Я поставил статьи, сел перед камерой, и я начал петь. Пою, пою, пою. И шо вы думаете? Выплёскиваю из себя этот зубик. Я снял это на камеру, и сейчас я вам это покажу. Как-то так произошло. На самом деле, это не так эффектно было, как, возможно, вы представляли, но не суть. В понедельник я приезжаю к доктору, показываю ему зубик свой, говорю, что извините, тут такое дело. Я тут кушал, и так кушал, что зубик-то отвалился. Он мне опять делает зуб, говорит, всё, надеюсь, всё будет хорошо. Я, значит, ухожу в этот же день. Я понимаю то, что у меня с задней стенки отваливается кусочек. Для меня это в новинку было, потому что... В смысле? В этот раз я уже даже ничего не оттягивал. Я даже ничего не ел. А если ел, я вообще не касался этих зубов, потому что я боялся, у меня уже страх. Я, значит, с этим зубиком приходил весь день. Потом, на следующий день, я иду в институт, мы прогуливаем пару и едем в Икею кушать. Мы приезжаем в Икею, я беру обычный набор свой, супчик, второе и бесплатный морс. Всё как полагается. Начинаю всегда с второго, потому что если картошечка остынет, она уже невкусная. Я сажусь с ребятами, мы начинаем есть. Я кладу первую картошку на себе в рот, потому что я не ел весь день, у меня жутко болит живот, я уже хочу покушать наконец. И я забываю про то, что у меня зуб на соплях держится. Кладу картофельну, и понимаю, что зубика опять нет. И я понимаю, что ребятам я ещё не рассказывал, что у меня с зубиками проблема какая-то была. Я, значит, думаю о том, что как мне интересно до дома доехать, чтобы ещё не спалиться как-то. У меня потерян уже вид, лицо бледнеет, я поворачиваюсь, застаёт платочек, хочу выплюнуть зуб. Потому что картофельна не жуётся, понимаете, картофельна там осталась. Я спокойно подостаю. Потом я вижу уже, все спрашивают, что случилось-то. Зуб выпал. Там была Даша и Люси. Они говорят, не переживай, всё хорошо. Я такой, ух. Я посмотрел на себя в зеркало, я понимаю то, что там даже места не осталось вот этой, на чём держалась пластинка. И я понимаю то, что целиком зубик у меня отпал. Мне становится грустно. Я понимаю то, что это уже так просто не исправишь, как до этого те пластинки, которые были. В общем, я доел, с горя съел всё, грустный поехал домой. И на следующий день я, естественно, прихожу опять к врачу, и он говорит, всё, будем делать тебе коронку. Олег приходит через три дня, и я понимаю то, что в смысле, мне три дня в институте ходить без зуба. Я на следующий день прихожу в институт, стараюсь особо не говорить. И знаете, самое интересное, когда ты лишаешься зуба, сразу ты таким понижшим становишься, не знаю, зуб меняет всю картину абсолютно. И когда ты смотришь на себя в зеркало, настрой сразу попадает. В три дня так ходил, пришёл к нему, он говорит, сейчас я возьму у тебя слепок, и сделаем тебе железяку. Он, значит, сделал слепок, и говорит, гуляй, ещё три дня. В смысле, вы мне даже никакую пластинку не поставите, вообще ничего не сделаете? Я иду ещё три дня, и понимаете то, что всё это время я ходил в институт, и ничего не прогуливал. Мне говорят в том-то, что, ой, извини, железячка ещё не готова, приходи ещё через три дня. Ладно, хорошо, то есть это идёт уже вторая неделя. Я к нему прихожу через три дня, вот, да, она готова, показывает её мне, отходит от меня, продолжает оттачивать. Я понимаю, что что-то вылетает. Я уже сижу напряжён, она куда-то ушла. Он эту железячку потерял, и не смог даже найти. Я думаю, в смысле? Как нельзя в маленькой комнате не найти железячку? Он начинает её искать, я встаю с места, тоже начинаю её искать, хотя я слепой, и я сейчас ничего не увижу. Он говорит, извини уж, приходи ещё через три дня. Я к нему прихожу, и он мне говорит в том-то, что, ой, она ещё не готова. Я возвращаюсь обратно, и иду на учёбу. Жизнь моя прекрасна. И всё это время я ходил в институт, чувствовал себя отвратительно. Спустя три дня я уже осознаю то, что, если он мне сейчас хоть что-то не сделает, я на концертах буду без зуба. Он мне говорит то, что железяка ещё не готова, а я ему говорю, в смысле она не готова, если мне выступать уже на эту неделю надо. Сделайте что-нибудь, пожалуйста, чтобы я с зубом был. Он мне говорит то, что не волнуйся, в четверг мы всё сделаем, и ты спокойненько будешь выступать в субботу. Я думаю, хорошо, ладно, успокоился. Всем ребятам уже говорю о том, что вот, мне наконец-то сделают зуб. Ждите, всё хорошо. А все уже знают. Я прихожу через три дня, он мне наконец-то включил вот эту железяку. Я понимаю то, что железяка? Это такая милипистическая, надеюсь, это не мат. В общем, очень маленькая-маленькая-маленькая железячка, такая пластиночка, на которой будет держаться как раз сама коронка. Это даже хуже, если зубы нет, потому что теперь чёрненький такой маленький зубик, который выделяется достаточно. Крайнера нет оказалось. И я уже осознаю то, что мне надо выступать в субботу. Он говорит, ну, удачи тебе, выступай, в воскресенье ко мне придёшь. Слава богу, в субботу была смертная вечеринка, девушки сделали из меня джокера, ну или что-то в этом роде, клоуна, возможно. Сейчас вы это увидите, как это происходило, давайте в студию. Как так-то было? И потом я ещё выступал с ним. Возможно, даже никто и не понял, что так и надо, потому что ко мне приходили, девочки говорили, ой, как классно ты сделал себе зуб. И значит всё проходит, на следующий день я иду уже к врачу, и он говорит, всё, давай делать слепок. Будет у тебя зубик на следующей неделе. А выступать-то мне завтра, на конкурсе уже, в полуфинале. Я думаю, классненько, отлично, но я уже к этому был готов. Знаете, воспринимайте всё, что с вами происходит, как опыт, который вам необходим, потому что после того, как я выступил без зуба, ну и со штифтом этим, я уже особо так перестал париться насчёт своей внешности, потому что, блин, люди меня видели разным уже, достаточно разным. И, в общем, я выступил в понедельник, микрофоном вот так свой рот скрывал, возможно, никто ничего не видел, хотя бы мне говорили, улыбайся, Олег. А я такой, нет. Ну, в итоге я выступил, всё нормально, уже обыденная моя жизнь продолжалась, и спустя неделю мне, наконец-то, появился зуб. Сведения на всё это у меня ушло примерно месяц. Надеюсь, что это видео для вас было позитивным, не как для меня, этот опыт. Всё, что я хотел бы навсегда вас в этом видео, чтобы вы не сняли себя, не важно, что с вами произошло, в любом случае, не теряйте всю уверенность, потому что все эти комплексы, они надуманные, в первую очередь. То, что с вами происходит снаружи, какие-то изменения во внешности, возможно, я не знаю, у вас какие-то ожоги, не дай бог, конечно же, не меняет то, что у вас внутри. Поэтому всегда оставайтесь с собой. Всех люблю, относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Подписывайтесь на меня, нажимайте на колокольчик, чтобы следить за моим каналом. Ну, а на этом всё, всем пока, до новых видео. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, потому что как история идёт, так и идёт. Раз, два, три, четыре, пять. Пошёл зайчик погулять. Пиф, пап, ой-ой-ой, поставили зайчик. Пиф, пап, ой-ой-ой. Умирает, да, зайчик погулять? Ну, потом в итоге там жив оказался. Мистика. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok